В еженедельном режиме проходят теперь совещания, которые проводит первый заместитель главы Рустам Хаматов с главами сельских поселений. Это вызвано тем, что новые проблемы и вопросы появляются сейчас чуть ли не каждый день. И они, конечно, требуют обсуждения для принятия того или иного решения. Раз идет двухмесячник, мы рассматриваем двухмесячник. Пока он у нас в еженедельном режиме, и время есть, и работа ведется, объезжаем населенные пункты. Я не боюсь сегодня поблагодарить главы сельских поселений. По сравнению с прошлым годом, села и вдоль дорог, межпоселенческих дорог, стало чище. Несмотря на то, что часть вопросов уже достаточно привычна, к примеру, планирование мероприятий в своем селе по противодействию терроризму и экстремизму, но в свете последних событий такая работа, к сожалению, приобрела нежелательную остроту. И это, прежде всего, свидетельствует о том, что в нашем мире как обстановка, так и проблемы могут изменяться довольно быстро. Поэтому глава сельского поселения должен быть постоянно готов к появлению любых вопросов, к возникновению самых разных новшеств. 29 мая проведем референдум, и люди будут собирать деньги с каждого подворья. Скажем, одно поселение по 300 рублей, другое поселение по 500 рублей. И эти средства будут направляться на благоустройство кладбищ, на благоустройство улиц, на проведение водопроводов. И плюс к этому, например, собрали 500 тысяч рублей в селе, плюс к этому республика дает в 4 раза больше, 2 миллиона рублей. Эти деньги можно будет затем использовать во благо своего сельского поселения, и воду провести, и кладбище благоустроить, и на улицах навести порядок. В завершение совещания Рустам Хаматов вручил дипломы главам тех сельских поселений, которые были признаны победителями в конкурсе на лучшую подготовку и проведение новогодних праздников.